Орудовать катакрады. В ночь с 7 на 8 января с участка Кызылка Таильного округа Чакабад Араванского района было угнано 332 овцы и переправлено ворами в Узбекистан. По данному факту задержаны два гражданина Кыргызстана. Они сознались в причастности к краже. Часть кота удалось вернуть благодаря содействию со стороны узбекских властей. О ходе расследования в следующем материале. Исмадалай Темиров работает пастухом в загонной пастбе, откуда был угнан скот. В час утра 8 января на него было совершено нападение. Были нанесены телесные повреждения средней тяжести. До сегодняшнего дня он находился в больнице. По словам Темирова, одним из нападавших был отарщик с соседнего загона. Я уже спал, когда в комнату ворвались двое. Они светили мне в глаз фонарем, чтобы ослепить, но я узнал одного из них. Меня ударили по голове камнем, а потом связали руки и ноги и привязали к кровати. Когда они ушли, мне пришлось перегрызть веревку, чтобы освободиться и сообщить сельчанам о случившемся. На помощь из Мателе прибыли его родственники. Они вызвали милицию. Пока стражи порядка были в пути, безутешные фермеры сами пошли по следам угнанных овец. Сразу я узнал здесь и увидел, что здесь свежие барани прошли в Узбекистан. Этот участок границы с Узбекистаном расположен в 3,5 километрах от Овчарни. Именно сюда привели следы угнанных овец. Переправить через границу краденый скот на этом участке ворам не составляет труда. Граница не огорожена, а неглубокий ров не является серьезным препятствием на пути скотокрадов. Когда следы привели меня к границе, я вызвал наших пограничников. Как только они приехали, они связались с погранслужбой Узбекистана. Сюда приехали узбекские пограничники и заместитель главы Мархамадского района Андежанской области. Результаты двусторонних переговоров силовиков не заставили себя ждать. Уже 10 января хозяевам было возвращено 146 овец. С узбекской стороны нам было оказано содействие пограничных войск, милиции и сельской управы. Сейчас продолжаются переговоры. По нашей информации, сейчас милиционерам Узбекистана удалось установить местонахождение оставшегося скота. И ведутся работы по возвращению еще 186 овец фермерам. По факту кражи скота задержаны двое граждан Кыргызстана, жителей Араванского района. «Наш знакомый узбекистанец предложил нам угнать скот и продавать его в Узбекистане. Все вырученные деньги с продажи мы договорились поделить пополам». По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.